Привет, друзья! Это видео будет уникальным. Такого у меня еще не было. И мы будем говорить об индивидуальностях, о личностях, персоналях. Сегодня я буду говорить о своем виртуальном друге, с которым мы встретились в Фейсбуке, которого зовут Максим Доля. Он сам из России. И более двух лет назад он себе придумал перебраться в Гватемалу, а потом в Гондурас. Очень интересная история его жизни. Поэтому я сейчас буду рассказывать о нем. И вам, надеюсь, будет интересно. Вот что он написал вчера в Фейсбуке. Иногда бывает, когда позволишь себе остановиться, осмотришься по сторонам и понимаешь, какой я сейчас получаю уникальный жизненный опыт. Я устроил себе такую жизнь, в которой я сам себе хозяин. А кто такой хозяин своей жизни, спросите вы. Я считаю, что это тот человек, который имеет возможность распоряжаться своим собственным отведенным временем. Иначе как? Время – это наше все. Хотя время – это весьма абстрактное понятие. Существует только один сейчас. Все остальное – прошлое, будущее. Это лишь формы наших мечт и воспоминаний. Вот и в пору задаться вопросом, по чьей воле мы пребываем в этом сейчас. Ребята, сейчас я нахожусь на реке Белое. Это называется место Гранитный каньон. Я по нему проплывал на Байдарке. И вот именно в этом месте, что примечательно, посмотрите. Это все по берегам гранитные изваяния. В этом месте, вот под мостом буквально, река сужается в такой узкий-узкий желобок. И я сам лично видел, пацанята местные развлекаются тем, что с этого моста прыгают вот туда вниз. Прям в самую гущу потоков и водоворотов. Посмотрите. И несмотря на такую высоту, все целые ноги тоже. Поэтому будете в Адыгее, на реке Белое, проезжать по этому мосту, обязательно рекомендую вам прыгнуть вниз с этого моста. До встречи! Я продолжу цитировать Максима. Есть такое очень популярное выражение, начать жизнь с чистого листа. В корне неверное выражение. Так как априори, начать жизнь с чистого листа невозможно, не изменив свой почерк. И я это четко стал понимать, что пройдя свой путь в море, к парусной мечте, прожив более двух лет в одиночестве, я не смог до сих пор изменить свой почерк. Я тебя не слышу. Звук подключай. Я люблю документальные съемки, поэтому увидите, что происходит. Раз, два, три, подключай звук. Алло, я тебя не слышу вообще. А я тебя не слышу. Надо включать звук. Попробуй еще раз включить. И посмотри, там есть микрофончик слева внизу. На зуме. Не, ну сейчас проблема не в видимости. Видимость, конечно, надо чуть-чуть фонарь поставить. Давай звук наладим. Давай нажимай второй раз и пытайся включить. О, сейчас лучше. У тебя написано, что подключается аудио. Все, слышно меня? Ну вот, а что там было за проблема? А что-то там нужно было нажать на Wi-Fi. Так, так всегда. Ты сейчас будешь полностью шокирован. Чем? Начало программ. Я же... А вообще, ты знаешь, где я нахожусь сейчас? Так лучше. Да, прекрасно. Все, прекрасно. Покатили. Покатили, братан. Давай крошить батон будем. На кого? Мы найдем на кого. Нам главное, чтобы батон был в руках. Угу. Ну смотри. Ты знаешь, где я сейчас нахожусь? Северное сияние за тобой. Так. Ты на Северном полюсе? Нет. Я нахожусь на самом северном острове Норвегии. А как меня зовут, ты знаешь? В детстве как меня мама звала. Великий сын. Мама. Как меня мама в детстве звала? Правда, 70 лет назад. Я знаю, как тебя сейчас зовут. Сейчас меня зовут Сэм. А мама меня звала Сеня. А я нахожусь на острове, который называется Сеня. Самый северный остров Норвегии. Называется Сеня. Температура за бортом сейчас минус 16 градусов по Цельсию. А я всем представляю моего друга Максима. Максим Доля. Который сейчас находится где? В Гондурасе. Правильно, да? Совершенно верно. А первый раз не Гондурас. Мы здесь все пацаны крученные. Мы знаем, что... А он там первый раз. Я тоже был в Гондурасе только один раз. Поэтому мне не считается, а ему не считается. Кто будет считать, засуньте палец в попку и не считайте. Вот. А теперь смотри сюда внимательно. Внимательно. Я в Норвегии. Ты в Гондурасе. А теперь посмотри, на каком ты острове в Гондурасе. Руатан был сегодня утром. А что тут написано? Не видно мне. Как не видно? Дай угадаю, Руатан. Нет, так вот написано. Руатан. Ты понимаешь, что я подгадал? Букву Р и О я разглядел первые. Ну, это Руатан. Потому что это рюмка с Руатана. И она такого же цвета, как Северное Сияние. Посмотри. Правда, интересно? А, да, кстати. Потому что я артист. А теперь смотри. Для того, чтобы я в Норвегии чувствовал, что я на Карибском море, видишь, что я загадал себе? Это виски. Нет. Это текила. А. Ну, виски, это если я поеду в Шотландию, тогда я буду виски пить в Ирландию. А я же в Норвегии. А ты на Карибском море. Поэтому я пью. Вот. За твое здоровье. А ты куришь сигару. Это сигара, между прочим, гондурасская или гватемальская? Гондурасская. Класс. У меня он еще до сих пор десяток есть. Вот. Давай. За твое здоровье. За мое здоровье я как раз сигару, да? Раскурил. Да. Итак, пацаны и девчата. У нас сейчас происходит просто экспромт номер уно. Я уже давно с Максимом, мы год разговариваем. Один раз он участвовал в нашей программе. Там была такая программа там полуполитическая, полуковидная. А сейчас мы будем говорить только о жизни. Вот просто о жизни. Вот просто ради интереса. У тебя есть такой фонарик, чтобы показать, что у тебя там за бортом? Чтобы люди поняли, что ты на яхте, а не где-то там в подвале сидишь. Да, вряд ли я смогу показать, потому что фонарик он не высветит. Но я могу показать вон карты. Плохо видно, плохо видно. Под фонарь поставь, под фонарь поставь. А почему не качает? А почему лодку не качает? А у нас сегодня штиль по прогнозу. Не по прогнозу, это я загадал. Ты же знаешь, что я экстрасенс. Ребята, сегодня пятница. Четвертое число. Сколько у нас разница времени? У вас 12 часов ночи? У нас нет. У меня сейчас 9 часов. У нас час должна быть разница. А-а-а! В другую сторону. Короче, у нас 10 часов вечера. У меня 9. Ну хорошо, ребят, я признаюсь. Вот, брыхал, 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 брыхал и раз и прокололся. Я не в Норвегии. Я сижу у себя в подвале в Пенсильвании, в бомбоубежище. Это называется спадрилстом. Сегодня можно такой лоходром прогонять. Такой лоходром. Можно находиться на вершине Эвереста. Можно находиться в Марианской впадине. Но дело в том, что Максим действительно находится в Гондурасе, на острове Райтан, на котором у меня было счастье быть 2 года тому назад, это просто парадайз. И сейчас мы будем говорить о Райтане, о Максиме, а я буду только задавать вопрос. Давай начнем, знаешь, с чего? Максим сегодня, он почти каждый день, через день, он писатель, он путешественник, он человек, он познает эту жизнь до сих пор. Уже, как говорится, сорокушка ударила, а он познает. Это нормально, мне 70, я тоже познаю жизнь. Я еще студент. И вот он пишет такие свои небольшие эссе, но он готовит свою книгу. Он в Фейсбуке задает людям вопросы, дает тему. И тема эта рикошетом проходит. В основном очень много у него друзей-яхтсменов, которые стоят на каких-то других островах, каких-то других странах, ну и много людей сухопутных. Вот, и мне понравилось последние вот две темы. Ты помнишь последние две твои темы? Нет, расскажи, какую ты тему поднял вот сегодня. Мы не будем говорить, кто от нее на рикошетил, от рикошетил на нее. Ну, давай, давай вот какую тему ты поднял сегодня, я буду слушать. Мы все будем слушать, давай. Ну, сегодня я поднял тему, честно говоря, я сформулировать ее не могу, потому что я там крутил, петлял, вилял. Вот. Ну, смысл в том, чтобы научиться быть в этом пресловутом моменте здесь и сейчас, о котором говорят многие, но мало кто даже представляет, о чем, собственно, речь идет. И мало кто пытался действительно чего-то научиться. Да. И вот об этом я и написал в своем посте, что действительно сам много об этом говорил, что якобы я здесь в каком-то там настоящем моменте присутствия и прочее, прочее. Но после того, как я провел этот опыт психологический над собой, и я был подопытным сам заложником своих умозаключений, и вот после двух лет пребывания в одиночестве на своей яхте, я понял, что я нифига ничего не научился за все это время, несмотря на то, что я это делать старался. И сейчас я пришел к такому выводу, что это все очень непросто. И когда люди говорят, что вот он находится там в текущем моменте, у меня невольно на лице всплывает улыбка, потому что я сейчас реально понимаю, что нужно пройти, чтобы хоть немножко осознать тот факт, что ты не дошел даже и близко к этому моменту, о котором говорят многие философы или те, кто считает себя философами. Вот, собственно, об этом я и написал. А тогда у меня вопрос. У каждого человека свой жизненный путь и своя destiny, destiny – судьба. Ты веришь в судьбу? Ну, я не готов на этот вопрос ответить, потому что нужно, во-первых, четко иметь понимание, что такое судьба. Я такого понимания не имею, что такое судьба. Кто-то может назвать это кармой, кто-то может назвать это судьбой. Что такое карма, что такое судьба, я не готов стопроцентно утверждать и навязывать какие-то там свои умозаключения. А ты когда-нибудь слушал каких-то философов или каких-то медиумов, которые рассуждали на эту тему? Ты можешь дать какие-то примеры? Подожди, Сэм, я сейчас вернусь к твоему вопросу. У меня есть на него ответ. Я, наверное, верю в судьбу и даже могу сказать, что это такое и как она проявляется, если интересно. Справка. Максима фамилия Доля в переводе с украинского языка на русский. Это судьба. Интересно? Конечно. В общем, есть такое понятие, называется дежавю. Ну, я поясню, что я имею в виду. Это в наших снах иногда у некоторых людей, в частности у меня, с детства всплывают моменты из будущего. И когда в жизни наступает вот этот момент, и ты понимаешь, что тебе это снилось там полгода назад, месяц назад, неделя, и ты четко имеешь понимание, что ты это видел во сне. И вот где-то я прочитал такую информацию, что если тебе вот эти дежавю начинают сниться в течение всей твоей жизни, то значит ты идешь по четко намеченному кем-то пути. А как это назвать судьбой или кармой, или твой жизненный путь, или что там ты проводником своего духа уже являешься, это уже вопрос философский. Но факт в том, что вот такая штука она имеет, и я не могу говорить как о стопроцентном проявлении моего пути жизненного. То есть ты веришь в то, что есть предначертания, которые были сделаны неизвестными какими-то силами для тебя, например. Ты же за себя только отвечаешь, ты же за других не отвечаешь. Да, я в этом уверен. И действительно, у меня до сих пор случаются вот эти дежавю. И это говорит о том, что я, наверное, иду по какой-то вариации своего пути. На тебя сильно повлиял в свое время, когда ты в руки взял Кастанет? Ну, я бы не сказал, что он сильно на меня повлиял, как дядя Карлос. Но тем не менее, он границы очень сильно расширил. Границы понимания этого мира. Он обозначил какие-то точки отправления, да? Нет, именно границы. Не точки отправления, а именно границы. А границы он очень серьезно так раздвинул всему человечеству. Я, по крайней мере, еще ни одного автора не слышал, чтобы как-то он еще дальше заглянул за горизонт. А как ты понимаешь слово граница? Как я понимаю слово граница? Да. Ну, например... Одну секунду, я для людей англоязычных говорю. По-английски граница звучит boundary. Boundary. Тоже запомнил. Ну, например, четкий такой пример. Многие люди, они не верят в астральные путешествия. Это ихняя граница. А они есть. Также многие люди считают, что мы существуем только в этом измерении, в котором мы существуем и осознаем этот мир. А не факт, что не существует других измерений. Это еще одна граница. И таких примеров привести можно очень много. А мою теорию хочешь послушать? Или ты не закончил? Я закончил, слушаю. Моя теория такая. Я к ней пришел не так давно, может лет 5-10 назад. Но о своей теории я расскажу в следующей части. А пока я продолжу вопросы, которые поднял Максим. В чем смысл жизни? В постоянном бегстве или в поисках ответов на свои вопросы? В свое время Декарт вывел такой тезис. Я мыслю, следовательно, я существую. А вы существуете? Продолжение следует. Еще две части. Продолжение следует.